Детская улыбка. Как мало для неё требуется. В рамках недели доброты в Ульяновской области стартовала акция «Подари улыбку счастья». При поддержке общественной палаты Ульяновска к акции присоединились представители бизнеса в сфере организации детских праздников. Аниматоры региона подготовили развлекательную программу для особенных зрителей. Так, маленькая Машенька с нетерпением ждала гостей – снеговика, посланника Деда Мороза и Снегурочку. Девочка готовилась к их приходу заранее. В кругу семьи написала письмо бородатому волшебнику о том, что хотела бы получить на Новый год. Ну, мама говорит, робот. Робот, который отвечает на все вопросы умные. Маша у него спросит какой-то вопрос. А робот будет ей отвечать, да? Да. Ёлку праздничную. Ёлку. Сладкий подарок обязательно. И что еще мы хотели? Красивую книгу со стихами. Красивую книгу со стихами. Да. Когда долгожданные гости наконец пришли, Машу переполняли эмоции. Девочка рада приходу гостей. Загадки, конкурсы, призы. Машенька с радостью принимала участие во всех активностях. Задумка аниматоров удалась. В ответ они получили то, ради чего старались – детскую улыбку счастья. Я очень благодарен за возможность поздравить детей в это непростое время, во время пандемии. Потому что детям нельзя массово никуда собираться. Ну, и отметить праздник по-хорошему тоже. У них нет такой возможности. А мы со Снегурочкой приходим, поздравляем. Смотришь в глаза детей, они радуются. Это самое главное для нас. Все пожелания Маши обязательно дойдут до Деда Мороза. В этом году девочке поможет Снеговик-почтовик. Программа, которую аниматоры подготовили для детей, уникальна и практикуется впервые. Вы знаете, вообще это, можно сказать, новинка для нашего города. Потому что не было еще такого, чтобы ходил Снеговик, Снеговичок-почтовичок и собирал письма для Деда Мороза. Обычно просто Дед Мороз приходил и поздравлял всех. Среди всех праздников именно Новый год Маша любит и ждет больше всего. Это связано как и со сказочной атмосферой, так и с людьми, в кругу которых девочка проводит время. В преддверии торжества начинается насыщенная программа. Родители детей-инвалидов совместными усилиями создали клуб «Улыбка», благодаря которому ребята могут собираться вместе и общаться. Родители прикладывают все усилия, чтобы их дети надолго запомнили эти счастливые моменты. «Как мы ходили на праздники, на эти, в школу, да, в кафе ходили, приглашали нас, где участвовали и Дед Мороз, и Снегурочка, и они маторы были. Всем деткам очень нравилось, вот на колясочках даже, и то умудрялись, плясали детки. Им это очень нравится, танцевали так, как им нравится». Маша рада всем гостям, которые приходят её навестить. К каждому из них девочка относится с добротой, с радостью, делится эмоциями, впечатлениями. Впереди у Маши новогодние хлопоты, пушистая ёлка, игрушки, украшения. Приятная суета, которую так любит девочка. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.